Он отбивал на футболе мяч своим глазом и потом ходил с огромным демо... Ооо, я помню, как мне запуцнули футбольным мячом в лицо. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на Мармажа. Мармажа. Да чёрт, я опять забыл. Короче, на ролик, который сделал Мармаж, называется «Мой бессмертный друг 2». Мы дождались, наконец-то, давайте смотреть. Прости, Мармаж, за то, что я глуп. Итак, в человеческом организме 215 костей и две руки. В среднем. Это Лёха, он же мой бессмертный друг, он же Том Харди для бедных. О нём уже был целый выпуск, и сегодня расскажу ещё истории с этим замечательным чёртом... Да, чем-то похоже на Том Харди. ...последний человек, который непонятно каким образом умудрился дожить до 29 лет, блин. Здесь был Лёха, мой бессмертный друг. Я знаю Лёху уже много лет, но до сей поры так и не понял. То ли он прям очень умный, ну то ли совсем дурак. Лёха, а чё у тебя за порез на пальце? Да блин, купил себе вот мультитул. Тут и отвертку у него, и пилка, и резак какой-то, и нож есть нормальный. Но вот с ножом беда. Фигово, вытаскивается, зараза. И вот я его вот пальцем подцеплял такой, да, подцеплял, и... Ай, б***ь! Она была с другой стороны после его толкнуть? Ты сейчас порезался, показывая мне, как ты порезался, что ли? Ну, походу. Ясно, сейчас принесу пластырь. А чё у тебя за порез на пальце? Гениально. Э, да блин, купил себе вот мультитул, да, тут и отвертку... Я знаю, типа, то, короче, у меня же пальцев нет такой. Я даже показать не могу. Хватит меня спрашивать. Мне больно. Не, у меня пилка, и резак какой-то, и нож есть нормальный, но вот с ножом беда. Вот он фигово вытаскивается, зараза, и я... Слышь, Лёх, ты бы завязывал бы с этим говном уже, а? Да подожди, и вот я его, значит, пальцем подцеплял, так, значит, Саня, у тебя дома пластырь есть. Зачем? Подцеплял... Ай, б***ь! А, всё, понял, сейчас принесу. Алексей вообще из того типа людей, которые относятся к жизни свободно и без лишних вопросов. Если он решил что-то сделать, он это обязательно сделает, несмотря на возможные последствия. И обычно ему в этом помогает его друган по имени Эбухлицо. Лёха, слушай, браток, давай прыгнем с того дерева в реку, мне кажется, будет вообще огонь. Весело, классно. А ты уверен, что это хорошая идея? Да, ты прав, надо прыгать. Я слышу, что там удумал-то опять, куда прыгать собрался? Сейчас, сейчас, всё будет, сейчас увидишься. Лёха, ну хорош фигней-то уже заниматься, ну ты чё? Тихо, тихо, не сытый, Мухтар не сытый, я не сытый, так-то... Какой Мухтар, нахреный, чё ты несёшь-то? Так, так... Ох, ёпта, отсюда кажется, вы же как-то чё-то... Эй, девчонки, девчонки, девчоночки! А? Чего? У вас там как, глубоко, нет? У нас, у нас да, а что? Понял, оба! А, блин, моя жопа, блин, ааа! Вы же сказали, что у вас глубоко, блин. Ну так, у нас-то глубоко, здесь, а там у тебя, там мелко, блин. Ммм, вот оно что ясно. Блин, оно так-то получается, чёрт. Тренироваться для Лёхи, это как для вас зубы почистить, ну, обычное дело. Его били по башне бутылкой, ломали нос на чужой свадьбе. Он отбивал на футболе мяч своим глазом и потом ходил с огромным демоком. О, я помню, как мне запуцнули футбольным мячом в лицо, это было... После этого я ненавижу футбол, играть в всякие вот эти спортивные игры. У меня нос был скривлён в тот момент, первый из разов, скажем так, потом его ещё ломали. Короче, было, ну, мне, моему носу вообще не повезло чаще всего. Короче, ненавижу футбол, мячи. Хэйчу. И это только то, о чём я сам знаю. Кстати, есть у Лёхи одна замечательная и даже культовая история. Так вот, однажды летом мы огромной компанией тусили два дня подряд на одной турбазе под Самарой. Гулянг шла лобовным ходом. Лёха в это время шёл на улицу покурить и вдруг услышал детский плач. И плач этот доносился из комнаты администратора турбазы. Эээ, ток-ток-ток или как там, чё там, здра-здрасте, здрасте вам. В комнате сидела маленькая девочка. Это была дочь администратора. А сама она, видимо, куда-то вышла. Эээ, девочка, девчушечка, а ты чего плачешь-то? Мама ушла. Ну не плачь, пожалуйста. Может, ты хочешь чего-нибудь, я не знаю, может, там, пить или, или, или есть, или, или чё ты хочешь? Какать. Это сложная ситуация, я хочу сказать. Это очень сложная ситуация. Как помочь чужому ребёнку сходить в туалет? Вот как. Буду честен, такого ответа я чё-то не очень ожидал. И стоит ли плакать, когда хочешь какать, как говорится, да? Хотя, наверное, нигде так не говорится. Ну, так это, давай, давай я просто тебя отведу, пошли. Ты не ушёл? Да тут я, блин, стою, ё-па-па. А я, а я всё. Эй, замечательная новость, удивительная просто. Ну, давай, заканчивай и пошли обратно, как бы. А я не умею. Чё, чего ты там не умеешь, блин? Попу вытирать. В смысле, не умеешь? А я-то чё должен делать? Ты влип, братан. Ты влип. Кажется, блин, не альтруизм наказуем. Как сказать более правильно? Блин, у меня слово вытесло с головы. Короче, инициация наказуемая. Хотел помочь, а в итоге... Вот, блин. Ой, Лё, здорово, а ты где был? Не хочу об этом говорить. Да ладно, а чё? Я не хочу об этом говорить, ясно? Ладно, ладно, вот, окей. Такой вот Лёха и такие вот у Лёхи истории. И это только те, которые я могу рассказать, потому что у него есть, ну, совсем зашкварные, но это только для своих, так что просто поверьте на слово. На этом прошу откланяться. А вот... Кланяемся, мы тоже. Желаю хороших и добротных друзей, с которыми никогда не заскучаешь, собственно, как и мы с Лёхой. Да, хорошие друзья, это нужно. Большое спасибо за просмотр, дружочек. О, гляньте. Давайте шиперить Лёху и бутылку пива. Классно. Новый шип. Жду я ой, артов. Не надо, это шутка. Потому что... Нет, не надо даже думать об этом. То по традиции, подпишись на канал, ну или на второй канал, он у меня тоже существует. Также можешь посмотреть мои другие видосики, ну и заглядывай в мой паблик ВК или подпишись на мой инстаграм, я его иногда веду. Всё, большое спасибо, давай, пока, удачи. Кайф. 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 Забавный ролик. Забавные истории. Я люблю ролики Мармажа, они прекрасные. Прекрасные, прекрасные. Мне повышают настроение, я в хорошем, простите, самочувствии из-за этого. Простите, почему я сказал простите? Ну простите меня, извиняюсь. Не забывайте подписываться на канал Мармаж, ссылка есть на него в описании. Также ставьте ему лайки, пишите комментарии, колокольчиком нажмите, это очень важно, это вам может его каналу. Вы можете то же самое сделать с моим каналом, потому что если ему нравится смотреть мои реакции, ну со мной какие-то видосики смотреть, подписывайтесь на мой канал, тоже ставьте лайки, пишите комментарии, кстати, можете еще и в ролик попасть, комментарии напишите. И нажимайте на колокольчик, это очень поможет, по поможет бы... Что с моей речью? Это очень поможет моему каналу. Благодарю вас всех, кто это сделал. Вот, ребята, до скорых встреч. Всем удачки. Всем пока.